В Самарскую область с начала пандемии поступило 984 тысячи доз вакцины от COVID-19. И поставки будут нарастать. Ситуацию с заболеваемостью и лечением обсудили на очередном региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Одни в восторге, другие просят устранить недочеты. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идет ремонт заводского шоссе и выслушала мнение руководителей, чьи предприятия находятся вблизи обновленных участков дороги. Безопасность на дороге и скидка на налоги, как в Госдуме предлагают стимулировать россиян за безопасную езду, расскажем в новостях экономики. Эхо прошедшей войны в одном из домов Самары обнаружили дореволюционные гранаты. В областную столицу возвращаются спортсмены-участники и призеры Олимпийских игр в Токио, как встречают атлета в Самаре. За сутки в Самарской области зарегистрировали 449 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 80 939 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки 201 житель области выздоровел, а с начала пандемии из больницы региона выписались 72 908 пациентов. Поставки вакцин в Самарский регион будут нарастать. Об этом говорили на заседании регионального оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. В области все чаще фиксируют увеличение заболеваемости по всем возрастным группам, особенно среди молодежи. Какие меры будут приняты, расскажет мэри Илчан. За весь период в 63-й регион поставили более 984 тысяч доз вакцин. На региональном штабе обсудили ход прививочной кампании на крупных и средних предприятиях области. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов призвал руководителей кампаний сообщать, если возникают сложности с вакцинацией. Мы готовы помочь, чтобы сделать более удобную вакцинацию, централизованную провести. За прошлую неделю в Самарской области стало больше заболевших во всех возрастных группах, кроме детей до года. В большинстве своем болезнь коснулась представителей сферы услуг, образования, частных охранных предприятий и сотрудников офисов. Региональный Роспотребнадзор отработал 708 очагов в различных коллективах. За неделю обследовали более 59 тысяч человек. В стационарах лечится 3402 человека с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд сохраняется на уровне 10%. В систему ковидных госпиталей с 18 августа планируют ввести Безенчугскую районную больницу. Там подготовили 100 коек. Сейчас прорабатывается маршрутизация пациентов. На данный момент в регионе привили почти 58% населения от того числа, которое необходимо для выработки коллективного иммунитета. Мы фиксируем увеличение заболеваемости практически по всем возрастным группам и главным образом среди молодежи 19-29 лет. Фиксируем, что 42% заболевших, они имеют поражение легких, то есть у нас значительно выросло, опять же, количество случаев вне больничной пневмонии. Это тоже очень такая тревожная тенденция. Ну и аномальное для этого времени года увеличение зарегистрированных случаев УРВИП. Особое внимание на штабе уделили вопросу контроля соблюдения санитарно-противоэпидемических мер. Так, например, в ходе рейда в Самаре выявили нарушения в нескольких продуктовых торговых сетях. Причем как со стороны покупателей, так и со стороны самих сотрудников. Руководители этих сетей сообщили членам штаба, что провели служебные проверки. К сотрудникам и директорам магазинов, где допустили нарушения, применяются меры дисциплинарного взыскания. Мэри Елчан, События. В Самарской области создадут контрольно-распределительный центр обработки материалов, собранных в отношении нарушителей режима коронавирусных ограничений. Решение принял региональный оперштаб. Это нужно, чтобы упорядочить работу. Сейчас представители органов местного самоуправления и правоохранители собирают материалы, которые передают в суд. Там решают, привлекать нарушителя к административной ответственности или нет. Чаще всего нарушители пассажира общественного транспорта, которые не надевают маски. Также нарушители обнаружили во время проверки торговых сетей как среди покупателей, так и среди сотрудников. В Самарской области полностью вакцинировались уже почти 700 тысяч человек. В регионе работают мобильные и стационарные прививочные пункты. Пройти иммунизацию могут все желающие, если нет противопоказаний. Перед каждой прививкой пациентов осматривает врач. Подробнее Мария Левина. В борьбе с вирусом медики подтверждают эффективность вакцинации. По словам врачей, прививка – это самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. Вакцинация проходит не только в городе, но и в районах. Лариса Снисер вместе с коллегами сделала уже второй компонент прививки от коронавируса в поликлинике Красноярского района. Это совершенно не страшно. Девочки работают профессионально. Вообще ничего не больно абсолютно. Никаких побочных эффектов у меня не было. Я прививочник. Я всегда делаю прививки от гриппа. Ну тоже все, что положено. Сделать прививку можно с самого утра. Причем для удобства пациента в больнице разделили потоки. В первую половину дня могут прийти те, кто решил сделать прививку индивидуально. А после обеда вакцинацию проходят коллективы различных организаций. Перед вакцинацией пациент, как перед первой, так и перед второй вакциной, проходит осмотр терапевта. В осмотр терапевта входит анкетирование, опросы в сопутствующих заболеваниях, о тех препаратах, которые принимает пациент. Проводится сатурация, замерение температуры, замерение давления. Вторую неделю подряд ежедневно число заболевших держится на уровне 450. Это тревожный показатель. Медики подчеркивают новый штамм в разы опаснее. Симптомы развиваются быстрее, тяжесть течения болезни усиливается. Прививка помогает избежать этого. Чтобы уберечь себя и близких от заражения, необходимо ответственно соблюдать несложные правила безопасности. Носить маски, помнить о социальной дистанции в общественных местах и не забывать про личную гигиену. Эти правила актуальны и для тех, кто уже привился. Первую дозу вакцины в регионе получили более 894 тысяч жителей. Полностью привиты свыше 698 тысяч человек. Мария Левина, События. Качественно и быстро устранять недоработки, не дожидаясь очередных проверок. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как идет ремонт дороги на заводском шоссе и встретилась с руководителями, чьи предприятия находятся вблизи обновленных участков дорожной сети. С какими вопросами обратилось начальство производственных объектов к мэру города и что требуется для их решения, узнала Ольга Павлова. Вот видите, нет забора. Вот это вот, где тротуар идет, там опорная стенка. На нее должны поставить еще забор. Не без эмоций рассказывает Леонид Литвиненко. Своему предприятию, которое находится в самом сердце заводского шоссе, он отдал половину жизни. Говорит, ремонт дороги ждали всем коллективом и даже обсуждали детали с подрядчиком. Однако в процессе дорожных работ вынужденно пострадал забор, закрывающий производственный объект и некоторая часть подземных коммуникаций. Впрочем, глубокой обиды на строителей у Леонида Михайловича нет. Долгожданную дорогу отремонтировали на отлично. Спасибо за то, что сделали дорогу. Теперь вы видите, какое движение с такой скоростью и так приятно. За дорогу тут можно сказать только спасибо. Надеюсь, что все-таки на будущий год здесь пустят общественный транспорт. Он очень нужен. В настоящее время работы на заводском шоссе выполнены более чем на 80%. Специалистам осталось переложить 3,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна и порядка 20 высоковольтных кабелей. Что же касается поврежденных участков, которые пострадали во время ремонта, восстановить их представители подрядной организации обещают в кратчайшие сроки. Я надеюсь, что мы нашли техническое решение, и подрядчик это техническое решение исполнил. Кроме того, подрядчик обещал восстановить забор, который за моей спиной договорили, что в сентябре месяце этот забор будет восстановлен. Поставить забор на место планируют в начале сентября, а ближе к октябрю заменят поврежденные участки подземных коммуникаций. После того, как будут выполнены все восстановительные работы, дорожники приступят к внешнему конструктиву – установке барьерных ограждений, бордюров и дорожных разметок. Остановки общественного транспорта здесь уже появились. Впервые за много лет по этой дороге пустят автобусы для того, чтобы самарцы как можно быстрее смогли добраться до своих рабочих мест. По графику мы должны успеть до декабря. В общем-то, это вполне реализуемо. Подрядчики у нас все уже есть, материалы закупаем. Из экспертизы эти разделы вышли, работаем. Специалистам дорожных служб предстоит решить вопросы с подъездными путями к предприятиям на заводском шоссе. Их нужно сделать максимально удобными для крупногабаритного транспорта. Глава города распорядилась ускорить темп работ и моментально реагировать на замечания руководителей производственных объектов. А также качественно и быстро устранять все недоработки, не дожидаясь очередных проверок. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Калдашов. События. В Самаре готовят новые схемы ограничения в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону. Из-за активной модернизации городских тепловых сетей, которые проходят в том числе под проезжими частями, на этой неделе на некоторых маршрутах будет ограничено движение. Об этом сообщили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Полная карта для объезда будет доступна на сайте администрации Самары в ближайшее время. Будем перекрывать перекресток Молодогвардейская и Полевая. Там работы связаны с ремонтом тепловой камеры, которая находится посередине перекрестка. Поэтому здесь без перекрытия мы не обойдемся. Но сейчас поставили задачу, чтобы в кратчайшие сроки, в 7 дней, данные работы по этому перекрестку были выполнены. В Самаре 11 и 12 августа из-за строительства развязки на пересечении Новосадовой и Советской армии ограничат подачу холодной воды. Это связано с переносом инженерных коммуникаций. Воды не будет в домах на улице Советской армии, Градовской, Третьей и Пятой просеках. Жителям рекомендуют сделать запас воды. Также около 277-го дома по улице Советской армии установят бойлер с питьевой водой. Далее вас ждут новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В Госдуме предлагают поощрять автомобилистов за безопасную манеру вождения. Как именно? Для ответственных водителей депутаты хотят сделать льготы на транспортный налог. Но сначала о другой теме, которая не меньше волнует автовладельцев о бензине. Розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года. При этом власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России. Такое решение приняли в правительстве. В рознице, по данным Росстата, средняя цена бензина в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем. А с начала года топливо подорожало более чем на 5%. Это выше, чем темпы инфляции в стране. В июле стоимость наиболее востребованных АИ-92 и АИ-95 несколько раз устанавливала ценовые рекорды, побив отметку в 57,5 тысяч и 60 тысяч рублей за тонну. После роста цен на топливо Минэнерго выступила с инициативой запретить экспорт бензина на три месяца. Однако от этой меры отказались, но нефтяникам дали время до сентября, чтобы стабилизировать ситуацию с оптовыми ценами на бензин. И в продолжение разговора об инфляции. В Самарской области по итогам июля она составила 0,4% по сравнению с июнем, сообщает Самара Стат. А по сравнению с декабрем прошлого года рост цен составил 4,8%. Продовольственные товары при этом подешевели на 0,5%. Депутаты Госдумы предложили поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог. Инициативу направили в ГИБДД. В документе указано, что за прошлый год в ДТП на территории России погибли более 16 тысяч человек, а более 180 тысяч получили травмы. В то же время количество выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения составило 167 миллионов, что на 15% больше, чем годом ранее. Для водителей, которые ездят безопасно, парламентарии предлагают сделать 50-процентную скидку на уплату транспортного налога. Чтобы ее получить, водитель в течение налогового периода не должен совершить больше трех незначительных нарушений ПДД сумма штрафа, за каждая из которых не должна превышать полторы тысячи рублей. Таким образом, депутаты хотят снизить число правонарушений на дорогах. А вот молодежь призывают чаще ходить в театры. Россиянам в возрасте от 14 до 22 лет будут начислять по 3000 рублей на культурное просвещение. Деньги получат в рамках программы «Пушкинская карта», которая стартует в стране с 1 сентября. Для того, чтобы участвовать в проекте, нужно оформить одноименную карту. Ее обладатели смогут оплачивать билеты на культурные мероприятия, экскурсии, театры, концерты. В программе будут участвовать не только федеральные, но также региональные и частные учреждения. Карту можно получить в специальном мобильном приложении госуслуги «Культура». Там же будут публиковать списки мероприятий, доступных участникам программы. Официальный курс доллара на 11 августа 73 рубля и 60 копеек, доллар прибавил 9 копеек. Евро 88 рублей 36 копеек, европейская валюта потеряла 8 копеек. Нефть марки «Брент» растет в цене 70 долларов и 9 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Более 630 детей в Самаре состоят на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних. Более 140 из них этим летом были устроены на работу благодаря помощи городского департамента культуры и молодежной политики. Родители 30 детей готовят документы, чтобы помочь им с трудоустройством. По некоторым ребятам нет новых контактных данных, имеющаяся информация уже устарела. Об этом говорили на заседании городской комиссии по профилактике правонарушений. Трудоустройство детей, состоящих на учете – важная часть профилактической работы. Подростки вместо того, чтобы гулять без дела, приучаются к труду, учатся нести ответственность. Тем более для некоторых ребят из семей с трудным жизненным положением это отличная возможность легально заработать деньги. Всего же на летнюю работу в этом году были устроены почти 2200 подростков Самары. Каждый подросток, который пришел в центр Самарский, хочет честным образом заработать деньги. Тем более это абсолютно нетрудно, там созданы все условия. Там не может ничего не нравиться. На заседании обсудили и вопросы социализации людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Им часто отказывают в найме, поэтому у них возникает желание заработать нелегальным путем, что приводит к рецидивам. Члены комиссии проработают этот вопрос с предприятиями, чтобы ранее судимые граждане могли социализироваться, не прибегая снова к нарушению закона. В Самаре во время ремонта квартиры на улице Фрунзе обнаружили дореволюционные боеприпасы. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними два по-настоящему раритетных образца. Шомпольные гранаты Зеленского 1914 года выпуска. Их перевезли на войсковой полигон, где уничтожили с соблюдением всех правил безопасности. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября выделить из резервного фонда дополнительные средства для тушения лесных пожаров, а до 1 октября заняться созданием межрегионального центра авиационной охраны лесов. В Якутии, Карелии и Челябинской области жители, оставшиеся без домов, получат компенсации. Сильнее всего от пожаров страдают Якутия и Иркутская область. На территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации. Однако горят и леса в Мордовии. Как борются с пожарами, расскажем в следующем сюжете. Уже второй месяц в Якутии работают более 800 парашютистов-десантников, авиалесоохраны, приехавшие из десятка других регионов. Более 90% пожаров в удаленной и труднодоступной местности. Применить наземную технику просто невозможно. Добираться приходится на вертолетах Ми-8. Парашютисты-десантники спускаются на землю с помощью специальных шнуров с высоты около 40 метров. Оборудование и снаряжение спускают в специальных контейнерах. Все лето в республике острый дефицит осадков на фоне аномально высокой температуры воздуха. В последнее время дожди редкие, а юлиния. Поэтому интенсивность горения очень высокая. В Якутии тушат более 70 лесных пожаров. С огнем борются свыше 4000 человек. Пожарные, военнослужащие, работники лесничеств, местные жители. Задействовано более 580 единиц техники. Привлечены вертолеты Ми-8 и самолет-зондировщик авиалесоохраны Ан-26. Летчики-наблюдатели вызывают искусственные дожди. В республике это фактически единственный значительный источник влаги в борьбе с огнем. За счет того, что единичное серебро достаточно по своей структуре похоже на кристаллы льда, поэтому на него наиболее максимально, ну скажем так, налипает лед, то есть вода, да, и замораживается. Падает уже вниз, там плюсовая температура, мы работаем на минусовое, от минус 4 и ниже. Плюсовая температура, и за счет этого происходит таяние льда, водение осадков. Для тушения лесных пожаров парашютисты-десантники применяют также взрывной метод с использованием детонирующего шнура. От проложенных таким способом полос огонь идет навстречу пожару и ликвидирует сам себя. Встречный отжиг применяют и при тушении пожаров в Мордовии. Там огонь охватил более 4000 гектаров заповедной земли. Президент Владимир Путин поручил к 1 сентября выделить из резервного фонда дополнительные средства для тушения лесных пожаров, авиационного патрулирования лесов и обеспечения регионов пожарной техникой. Там, где огонь уничтожил жилые дома, жители получат компенсации и помощь на строительство или приобретение новой жилплощади. Напомним, что в июле с лесными пожарами пришлось бороться и в Самарской области. Для ликвидации возгорания в Тольятти вызывали самолет-амфибию. В регионе до сих пор сохраняется аномальная жара и действует особый противопожарный режим, посещение лесов запрещено. До конца года службы, ответственные за предотвращение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Самарской области, получат новую технику и оборудование. Регион приобретет большую партию пожарных автомобилей, в том числе и для оснащения добровольных пожарных команд. Впервые за много лет обновят парк плавсредств, в том числе судов на воздушной подушке для областной спасательной службы. Светлана Кудрявцева, События. Следить за безопасностью и бороться с чрезвычайными ситуациями приходится не только в лесах, но и на воде. Ежедневно на пляжах работают стражи в оранжевых жилетах. На Волжском берегу организовано 14 спасательных постов. С теми, кто готов прийти на помощь отдыхающим, пообщалась мэрия Елчан. Уважаемые отдыхающие, большая просьба забудьте не заплывать. Пятый год подряд каждое лето Лев Кравцов работает спасателем на Самарской набережной. Парень мастер спорта по плаванию и подводному спорту. Любовь к воде натолкнула льва на мысль попробовать себя в роли стража на пляже. Ежедневно Лев и другие спасатели находятся на посту с 9 утра до 9 вечера. У нас постоянно идут обходы, слежки. Также, если есть вопросы у наших граждан, то мы с удовольствием помогаем. Стараемся делать максимальную свою работу четко, чтобы было работать не только нам приятно, но и чтобы людям отдыхалось тоже хорошо. С годами и с опытом, по словам спасателей, они учатся определять категорию риска. Сразу видят, кто здоровый и трезвый, а за кем нужно приглядывать внимательнее. Всего на берегу Волжской акватории за безопасностью следят на 14 спасательных постах. Отдыхающие относятся к замечаниям спасателей с пониманием. Многим тогда же спокойнее. Ситуации бывают разные. Люди разные, дети разные, взрослые разные. А спасатели нужны, ну какая-то надежная константа. В местах большого скопления людей. А вода – это всегда зона опасности. Ребята хорошо выполняют свою работу, патрулируют, дежурят, наблюдают, предупреждают. Все как положено. И все же без трагедии не обходится. С начала года в водоемах региона погибло 59 человек. По словам специалистов, основными причинами гибели и травмирования людей являются несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, а также купание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели напоминают, что купаться нужно в специально отведенных местах, чтобы в критичной ситуации стражи порядка успели прийти на помощь. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. Самарская гандболистка Ольга Фомина привезла в Самару серебряную медаль. Последнюю из общего зачета российских наград на Олимпиаде в Токио. Спортсменку встретили в аэропорту и поздравили с победой. В том числе и наша съемочная группа. Самарская спортсменка Ольга Фомина в гандболе с 10 лет. За этот период она играла в разных клубах и странах, стала призером различных всероссийских и мировых кубков и чемпионатов. Но серебряная медаль на Олимпийских играх – особая награда для каждого спортсмена, рассказывает Ольга. В этот вторник она вернулась в Самару из Токио. В аэропорту ее встречала целая группа поддержки. Для гандболистки участие в Олимпиаде было не впервые. В 2012-м она боролась за победу в Лондоне, но только на этот раз смогла получить медаль. Было реально тяжело. И я очень рада и благодарна девчонкам за то, что мы все вместе смогли собраться, выстоять против всех обстоятельств и смогли добраться до медалей. Мне все понравилось, как бы грехно что-то жаловаться. Все выглядело, может быть, простенько, но все очень крепко, достойно. Питание хорошее, условия хорошие. Серебряная медаль гандболисток стала заключительной наградой для России на Олимпиаде в Токио. А возвращение самарской гандболистки с самого престижного спортивного состязания стало для всех настоящим праздником. Молодцы девушки собрались, показали, что одна из самых лучших сборных в мире, я считаю. Нет команды, которая никогда не проигрывает. Думаю, выступили очень достойно. Серебро – это одна из высших наград, это показатель команды. Ольга Фомина в составе национальной сборной России уже с 2010 года. Также спортсменка является членом Тольяттинского гандбольного клуба «Лада». В нем так или иначе играла половина сборной России. Причина этому – профессиональный тренерский состав. Министр спорта Самарской области надеется, что и на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, участники Тольяттинского клуба покажут блестящий результат. Я думаю, что во Франции повторится ситуация, когда половина членов сборной команды по гандболу мы сможем предложить главному тренеру. Напомним, что в медальном зачете Россия заняла 5-е место, впервые за всю историю выпав из четверки лучших. Однако за всю Олимпиаду наши спортсмены заработали 71 награду. Это на 15 больше, чем на прошлых играх в Рио-де-Жанейро. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самары Гиз», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова